10 утра президентский вертолёт приземляется на площадке у Лидолова. Главу государства встречает целая делегация. Первый вопрос, который интересует президента, – пассивная компания в Вагилёвской области. Александр Лукашенко настаивает – весенние полевые работы нужно выполнить в срок. Картошку сеешь, свеклу посеешь. Сколько ты гектаров сеешь? 8300. Проблемы какие? Топливо есть? Есть. Удобрения? Есть. Ну, посмотрим, как ты реализуешь то, чему учил страну несколько лет. Центральный объект рабочего визита Александра Лукашенко – славянка. Ранее президент поручил справиться с дефицитом спецсредств и пообещал лично проинспектировать производство. Ещё в феврале предприятие бросило все силы на пошив востребованного товара. Ежедневно здесь выпускается 200 тысяч масок, а ещё бахилы, шапочки, защитные костюмы. А здесь отшивают маски из панбела уникального материала. Складывают в четыре слоя и проходят всего одной строчкой. Пару минут – и готово. Эта повязка свободно пропускает. Воздух, тем не менее, защищает до пяти часов. В Беларусь, по мнению президента, оказалась более подготовленной к борьбе с коронавирусом, чем остальной мир. Глава государства уверен, пандемия стала средством политики. В стране спад сезонных инфекций, резкого скачка заболевших не зафиксировано. Задача вертикали власти на местах – сберечь здоровье людей. Если в формации у тебя полмиллиона запас, и где-то в аптеке нет, то эту аптеку надо закрыть, а руководителя посадить. У нас частные аптеки были, имели такую моду, да? Вот сейчас мы их проверили и писали отношения на Минздрав о том, чтобы вынесли принципиальное решение. Нет, это с завтрашнего дня ты вынесешь на территорию области, и каждый губернатор сам. Если ты сочтёшь нужным закрыть эту аптеку частную, государственную, завтра они должны быть закрыты. Хорошо, понятно. Никаких согласований. Всё, ты эти согласования получил. Задачи, которые ставят перед регионами, тоже никто не отменял. Президент намекает на экономику. С поручением обеспечить белорусов медицинскими масками страна справилась. Теперь, отмечает Александр Лукашенко, нужно держать курс на экспорт. Сегодня президент разрешил продавать востребованный товар за рубеж. В каких объёмах – решать на местах. К апрелю в этих цехах успели отшить 3,5 миллиона масок. Каждая швея за смену выдают без малого три сотни готовых изделий. Всего в Беларуси изготавливают свыше 2 миллионов масок в сутки. Спасибо работницам предприятия за труд. Глава государства сегодня говорит лично. Просто хочу вас поблагодарить с глаза на глаз за то, что вы делаете для страны. Поверьте, вы делаете не меньше, чем сегодня делают врачи, излечивая наших больных. Если бы не было вашей продукции, нам бы было очень тяжело в клиниках, поликлиниках, больницах и так далее. Поэтому спасибо вам огромное. Готов выслушать все ваши вопросы, критику и претензии. Вопрос на злобу дня образования. Стоит ли опасаться за безопасность во время пандемии и можно ли отправлять детей в школу? Ответ главы государства категоричный и однозначный. Школьники должны учиться. Поводов для паники нет. После затяжных каникул самое время наверстать упущенное. Если кто-то не понял моих требований, вот я хочу, чтобы директора школ меня сегодня услышали и руководители районных отделов народного образования, кто непосредственно этим занимается, губернатор и министр, которому я поручил, этот вопрос держат на контроле, но, видимо, не удержал. Потихоньку надо в течение недели втягиваться в этот процесс. Что касается студентов, там проще. Они уже знают, что хотят. Они могут и вообще в университет не ходить, но знают, что экзамены надо сдавать. И что им потом в зависимости от этого образования надо будет жить и трудоустраиваться. Поэтому мы тут помягче к ним подходим. Но они потихоньку тоже, где нужно, уже начали работать. Поэтому вот так была поставлена задача спокойное недельное втягивание в образовательный процесс. Вы сказали об этих гелях, которые вы производите и так далее, что ученикам надо маски, гели в школу носить и так далее. По-моему, вчера какой-то замминистра здравоохранения или образования выступал и очень четко сказал, по-моему, здравоохранения. Сказал, а у нас требований не было, чтобы дети обязательно в масках ходили. Перспектива строительства школы в седьмом микрорайоне. Президент поинтересовался, есть ли в этом необходимость. Глава государства поручил губернатору и мэру детально проработать вопрос. Учреждение образования не должно пустовать. Президент сказал, что будет решаться этот вопрос. Но как бы наш мэр города сказал, что он уже стоит на этом вопросе, чтобы построить школу на самом микрорайоне. Александр Лукашенко не видит оснований для переноса субботника. Сам президент проведет его в регионах. Когда я принимал это решение, я был однозначно за субботник. Первое, тот, кто работает, они и отработают. Мы, чиновники, мы, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонды этого субботника, потому что, ну, святое дело. Что-то пойдет для здравоохранения, хотя мне предложили, давайте часть на здравоохранение, я говорю, не надо. Давайте детские лагера, отдыха, там еще чего-то. На здравоохранение нам кредиты, вот, европейцы пообещали, пришлют. У нас хватит денег на здравоохранение. Я даже отказался от субботника деньги перечислять на здравоохранение. Обойдемся. Это для детей, вот, для их детей, чтобы они летом могли отдохнуть. Ну, и 75 лет где-то что-то надо доделать, подремонтировать. Поэтому те, кто работали, а у нас все работают, они и будут работать. А мы с вами, вот я пресс-секретару сказал, надо нам журналистов наших собрать, да и где-то лес посадить хотя бы. Или еще какой-то работой заняться и зарплату перечислить в фонд этого субботника. Президент убежден, в течение месяца мировая экономика вернется к работе. Александр Лукашенко подчеркивает, Европа начинает открываться. Тоже относится к России. Главное не паниковать и умело фильтровать информацию. Впечатления прекрасные. Президент ответил на все наши вопросы, развернуто. Очень приятный, общительный. Разговаривал с нами, как будто нас знает уже очень давно. Встреча с главой государства мне очень понравилась. Он шутил, он отвечал искренне. Я очень горжусь тем, что я оказалась вот в первых рядах. И помогаю медикам, помогаю медперсоналу защитными средствами, масками, комбинезонами. Глава государства остался доволен убеденным на производстве. Задача фабрики – не сбавлять обороты. В самом конце встречи президента пригласили на юбилей предприятия. Столетие славянка отметит ровно через 10 лет. Разрешите вас, нашего президента, пригласить на 100-летний юбилей предприятия. Ты сказал сегодня. Сегодня 90. А, 100? На 100. Даже если на пенсии буду, приеду. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.